приветствую вы на канале след истории сегодня речь пойдет про мертвую дорогу проект железной дороги сталина вдоль полярного круга исторические развалины поражают своим величием в огромной стране таинственные руины тянутся на протяжении сотен километров вдоль полярного круга одним из таких монументов заметных в современной истории является заброшенная железнодорожная трасса салихарты гарка известная как мертвая дорога эта дорога была построена заключенными с 1947 по 1953 годы в условиях строгой секретности первые утечки информации произошли лишь после отепели хрущева и в начале восьмидесятых годов группа энтузиастов истории железных дорог провела три экспедиции к заброшенному маршруту они впервые увидели его под салихардом в закатном свете ржавые искривленные рельсы проступающие в обе стороны полусгнившие прогибающиеся шпалы небольшие насыпи из песчаной пыли местами выветрившиеся так что некоторые участки пути казались парящими в воздухе тишина и безжизненность несвойственные железной дороги создавали впечатление сна члены экспедиции сначала принимали стоящие вдоль дороги шесты с прибитыми сверху дощечками за указатели направления но они оказались своеобразными памятниками заключенным иногда скопление этих шестов образовывало целые кладбища по словам одного из исследователей истории этой дороги под каждой ее шпалы похоронено несколько человек с высоты 100 250 метров путь казался узкой желтой полосой растилающийся как бескрайняя лестница из шпал протягивающиеся по тундре пересекая реки и обходя холмы вдоль этого пути выстраивались квадраты лагерей с наклонившимися вышками по углам по слухам даже стражи стоящие на вышках иногда стреляли в попыт 500 веселые это типичный образец легкой железнодорожной стройки выполненные при упрощенных технических требованиях максимальный уклон с которым справляются поезда составляет девять тысячных процента минимальные радиусы кривых достигают 600 метров а на временных обходах 300 метров эта линия была разработана как одноколейная с разъездами каждые 9 14 километров и станциями на расстоянии 40 60 километров экспедиции выявили что в строительстве использовались исключительно легкие рельсы весом около 30 килограммов на погонный метр разнообразные и привезенные со всех возможных мест они обнаружили 16 различных видов отечественных рельсов в том числе 12 изготовленных до революции например произведенных на демидовских заводах еще в 19 веке члены экспедиции также заметили наличие иностранных рельсов включая трофейные в нескольких мостах даже использовались германские широкополосные двутавры которые не производились в ссср на отдельных участках рельсы были пристегнуты к шпалам без использования подкладок а также присутствовали соединительные накладки из дерева получается что сам путь был уникален своей недостаточной прочностью еще на этапе строительства от салихарда до игарки было запланировано 134 отдельных пункта где станции салихард надым пур тасс ермакова и игарка служили основными депо а ирудий пангады катараль урухан оборотными тяговые плечи предназначенные для грузовых паровозов средней мощности типа и у имели длину от 88 до 247 километров и обеспечивали проезд поездов без смены локомотива расчетный вес условного поезда составлял 1550 тонн при средней скорости 40 километров в час а пропускная способность достигала шести пар поездов в сутки технику и заключенных доставляли на океанских лихтерах из северных регионов после прекращения использования дороги вывозить что-либо с изолированных участков стоило слишком дорого поэтому эти участки превратились в своеобразный музей технологий лагерного железнодорожного строительства в депо тасс на берегу одноименной реки был обнаружен сохранившийся подвижной состав 4 паровоза серии ов овечки и несколько десятков двухосных грузовых вагонов и открытых платформ своей простотой надежностью и невысокой нагрузкой на ось овечки оставались неизменными участниками военных действий и крупных строительных проектов в течение полувека эти ржавые стоящие на покосившихся путях трудяги не только цены своей историей но и поражают тем что пережили полвека без значительных изменений еще четыре овечки сохранились в яновстане и ермакова на восточном участке были найдены локомобиль останки тракторов и автомобилей зис-5 большая часть работ включая земельные осуществлялась вручную почти на всей протяженности трассы приходилось сталкиваться с неблагоприятными грунтами полевидными песками и вечной мерзлотой нередко целые составы груза поглощала болотная почва как прорва а уже построенные насыпи и выемки обрушивались требуя постоянного пополнения камень и крупнозернистый песок поставлялись с урала тем не менее стройка продвигалась и к 1953 году более половины из 1260 километров были успешно завершены удивительным обстоятельством является то что финансирование велось на основе фактических расходов без утвержденного проекта и смет проекты сметы были представлены правительству только 1 марта 1952 года общие расходы были оценены в 6 с половиной миллиардов рублей из которых 3 миллиарда рублей представляли затраты предыдущих лет исходно планировалось открыть сквозное движение до игарки в конце 1954 года а линию пустить в постоянную эксплуатацию в 1957 году однако эти планы так и не были утверждены после запуска участка салихард над им выяснилось что новую дорогу было некому и нечем использовать строительство поддерживалось лишь директивой сталина которая была отменена после его смерти постановлением совета министров ссср от 25 марта 1953 года всего за несколько месяцев дорога опустела заключенных вывезли на урал пытались вывести технику но многие вещи просто оставили все было списано кроме телефонной линии переданной министерству связи и железнодорожной ветки чум лабыт нанги которую мпс приняла в постоянную эксплуатацию в 1955 году так завершилась история мертвой дороги после обнаружения больших запасов нефти и газа на севере начался новый этап освоения однако железнодорожные пути достигли уренгоя и надыма из тюмени через сургут они из западного направления от салихарда использование остатков мертвой дороги стала фактически невозможным новые линии были построены по другим техническим параметрам более прямыми и даже там где сталинская дорога проходила рядом ей не требовалось вписываться в извилистые участки